Приветствую тебя житель Новизгена и рандомных миров. Буквально сегодня вышло обновление экспериментальной 19 альфы игры Seven Days to Die, а конкретно версия B177. И в этом видео я тебе расскажу про основные изменения, которые принес этот билд. Ты на канале Сурвагер, поехали! Начну с того, что некоторые, может быть и большинство изменений, которые упоминаются в списке правок, мы уже получили в прошлых обновлениях и скорее всего их тогда просто забыли упомянуть. Так, например, в этом списке значится обновленное офисное кресло, которое мы с тобой уже видели на одном из стримов. Я еще тогда сильно удивлялся и сравнивал его со своим креслом. Скорее всего, то же самое касается и нового ящика для хранения предметов, который теперь можно подписывать. Для тех, кто до сих пор не знает, как создавать такой ящик. Заходим в крафт, набираем в поиске слово мебель и находим вот такой вот уже знакомый предмет, стандартный большой ящик для хранения. Кстати, напомню, что обычные деревянные сундуки теперь имеют меньшую вместительность, чем ящики и делать их теперь реально имеет смысл. Берем этот ящик, зажимаем R и выбираем вариант выбора формы. Тут в меню форм выбираем второй вариант ящика. Кстати, в этом обновлении его иконка стала отличаться. Устанавливаем. Затем зажимаем E и выбираем вариант редактировать. Далее все стандартно. Вводим нужный текст и закрываем окошко. Что же изменилось в обновлении, кроме иконки этого ящика? В списке правок упоминается, что после уничтожения защиты такого ящика, его текстура менялась на текстуру обычного деревянного ящика. Теперь это исправили. Правда, покрасить такой ящик по-прежнему будет нельзя. Тут приходится выбирать или надпись или возможность нанесения краски. Вот покраску подходит первый ящик из меню выбора формы. Из нового появились официальные кнопки для управления инвентарем. Правда, функциональность этой новинки пока что хуже, чем у мода, который мы использовали до этого. Теперь для сортировки выделена отдельная кнопка и сортировать предметы по клику на иконку самого окошка уже нельзя. Далее идут две кнопки, отвечающие за перемещение предметов между инвентарями. Если самая крайняя правая кнопка будет просто переносить все предметы в другой контейнер, то средняя кнопка будет выполнять сразу две функции. Так, если в обоих контейнерах есть одинаковые предметы, то при первом клике будет перенесено то количество повторяющихся предметов, которое нужно для того, чтобы дополнить неполные стаки. Если в целевом контейнере есть один или несколько полных стаков какого-то повторяющегося предмета и неполных стаков нет, то при первом клике по этой кнопке предметы этого типа перемещаться не будут. И уже при втором клике будут перенесены все повторяющиеся предметы, независимо от заполненности стаков. Самым главным минусом тут является то, что нет возможности блокировать часть ячеек при оптовом перемещении предметов. Да и сама функция перестала работать от слова совсем. А я только начал привыкать к этой фишке. Но что же, придется возвращаться к старому варианту. Двигаемся далее. Зомби-ползун получил анимацию копания. Если раньше он вынужден был каким-то чудом вставать на свои кишочки и уже из этого положения копать, то теперь он делает это из положения лежа. Правда выглядит это так, как будто над ним провели болевой прием и ползун сдается стуча по мату рукой. Надеюсь нам когда-нибудь завезут в игру нормальные анимации копания, так как сейчас мы имеем одну и ту же анимацию и для ломания нижних блоков и для копания. Не знаю как ты, а в моем представлении зомби должны рыть землю, а не бить ее. Но пока что имеем только этот вариант. По словам разработчиков были отрегулированы анимации всех трех луков и исправлена синхронизация этих анимаций с игроком. Что тут имеется в виду не совсем понятно, но вот стрелять из луков без натяжения тетивы по-прежнему можно. Следующее изменение упомянутое в этом списке также уже настигло нас в прошлых обновлениях, а в список попало только сейчас. Заключается оно в том, что игрок теперь не перезаряжает арбалет автоматически после выстрела и делать это нужно каждый раз вручную. Голографический прицел на автоматическом дробовике теперь выглядит как следует и это очень радует. Молотова теперь можно передавать друг другу не используя промежуточные контейнеры. Раньше молотовы разбивались и поджигали игрока если их выкинуть из инвентаря на землю и это многие использовали для того чтобы закидывать зомби коктейлями молотова с гирокоптера. Компетит Теперь так повеселиться уже не выйдет. Рюкзак игрока больше не должен исчезать, но это не точно. И последнее. Говоря простым языком, были оптимизированы пустыня и снежный биом, в которых наблюдалось сильное падение FPS. По моим наблюдениям могу сказать, что это также касается и разрушенного биома. Теперь там тоже наблюдается нормальный FPS. Ну и кроме прочего, были оптимизированы текстуры огромного количества элементов в игре, включая текстуры зомби и животных, а также разного рода мебели, декора и других строительных блоков. На этом у меня пока что все. Благодарю за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента, значит видео тебе понравилось. А потому ставь лайк, подписывайся, звони в колокол и делись этим видео с друзьями. Еще раз спасибо за внимание и до встречи, выживший! Субтитры developing Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...